Роль медицинского психолога в лечении онкологических больных. Только что Татьяна Енировна очень убедительно рассказала о том, как важна психологическая поддержка в процессе лечения онкологического больного. Попробую теперь с точки зрения не онколога, а психолога попробовать убедить и рассказать, для чего же нужно эта психологическая поддержка и сопровождение для онкологического больного. В многочисленных отечественных и зарубежных исследованиях получены убедительные данные положительного влияния психологических методов воздействия на улучшение эмоционального состояния онкологических больных, замедление прогрессирования заболевания, улучшение качества их жизни. Тем не менее, очень часто сталкиваемся с ситуацией, что онкологи недооценивают роль психологов в лечении онкологических больных. Задача психологической помощи – это эмоциональная и смысловая поддержка больного и членов его семьи в сложившейся ситуации онкологического заболевания. Эта помощь направлена на принятие пациентам болезни и адаптации к ней. Постановка диагноза, госпитализация в специализированной клинику, лечение, сопровождающаяся травматичная операция, с возможной последующей инвалидизацией, с вытекающими ограничениями в семейных и профессиональных сферах – все это является тяжелейшим стрессом для любого человека, независимо от возраста и его социального положения. В ответ на этот стресс возникают психогенные реакции, среди которых ведущие места, как читают многочисленные исследователи, занимают тревожно-депрессивный синдром. Термином «реакция» обозначают последовательно связанных между собой событий, начавшихся с момента постановки диагноза, затем госпитализации в клинику, лечении, выписку, выздоровление или летальный исход. Несмотря на множество индивидуальных особенностей, существуют общие типы реагирования на известие о диагнозе. Реакция пациента достаточно стабильна и обычно рекомендуется в качестве основного критерия для оценки его психического состояния. Выраженность реакции зависит от множества факторов, прежде всего от возраста, личностных особенностей, уровня образования, социального положения, поддержки окружающих людей, пола и т.д. По степени выраженности различают три формы – легкая, средняя и тяжелая степень. Легкая степень характеризуется отдельными, нерезко выраженными расстройствами, которые можно расценить как адекватную форму психогенных реакций, которые приближаются к невротическому уровню. В большинстве случаев они самостоятельно купируются больными либо с помощью психолога. Средняя степень выраженности психогенных реакций характеризуется расстройствами, которые по своей интенсивности занимают промежуточное положение. Здесь, в данной ситуации, при этих выраженностях, помощь психолога обязательна. Тяжелая степень выраженности психогенных реакций – это степень, при которой силы переживания достигают психотической симптоматики. В данном случае требуется уже смешательство психиатра. Вопросы выявления и коррекции нервно-психических расстройств, которые возникают у онкобольных, приобретают все больше актуальность в связи с тем, что перспектива вернуться в социально-экономических отношениях к активной жизни более актуальна, нежели наличие хронического заболевания или дефекта. Извините, пожалуйста, что-то не работает. Если после лечения эмоциональное состояние больного мешает адаптации ему к новым условиям функционирования, ухудшает качество его жизни, влияет отрицательно на физическое и материальное благополучие, на взаимоотношения с другими людьми в семье, на работе, на социальную активность, личностный рост, на возможности проведения досуга, отдыха, у пациента сохраняется состояние хронического эмоционального стресса. Специфика заболевания состоит еще и в том, что угрозы для жизни исходят не из внешней среды, как при обычных стрессовых ситуациях, а изнутри организма, то есть ее нельзя как бы отдалиться от нее. И в отличие от событийных событий травм, которые, как правило, являются событиями прошлого, которые запечатляются в нашей памяти и влияют на человека, опасные для жизни заболевания угрожают будущей жизни человека, поскольку рак – это переживание, которое отмечено повторными травмами, неопределенной временной протяженностью и страхом повторения заболевания. Выделяют несколько этапов, присущими их клиническими особенностями, на которых, в общем, собственно, психолог и оказывает свою поддержку и помощь. Это диагностический этап, этап поступления в стационар, предоперационный этап, послеоперационный этап, этап выписки и катетомнистический этап. Диагностический этап – один из важнейших по выраженности и по силе реакции и по возможности определять их дальнейшую тактику. На этом этапе больной впервые сталкивается с фактом подозрения или наличием онкологического заболевания и необходимостью дать согласие на обследование и лечение. По мнению многих авторов, до 90% онкологических больных на этом этапе испытывают тяжелую степень выраженности тревожно-депрессивные расстройства. Для снижения больных психоэмоциональных расстройств и положительного влияния на соблюдение больными дальнейшего режима противоопухолевого лечения, повышения их личности и комплоентности, нами используются методы когнитивной психотерапии. Основная цель когнитивной терапии – это изменение дезадаптивных убеждений относительно болезни и лечения, коррекция когнитивных ошибок больного, в результате чего изменяется дисфункциональное поведение больного во время лечения, в том числе отказа от лечения и так далее, нарушение режима и прочее. При поступлении в стационар происходит некоторое снижение переживаний, больной постепенно начинает адаптироваться к новой жизненной ситуации. На этом этапе на психологические реакции больного оказывают влияние различные факторы, как отрицательные, так и положительные. Положительными факторами являются начало лечения, внимание медицинского персонала, примеры выздоровления других пациентов. Отрицательными же факторами являются отрыв от семьи, чувства одиночества, рассказы о других больных о неблагоприятном течении заболевания, осложнениях лечения, летальных исходах. С психоэмоциональными нарушениями тесно связаны изменения в когнитивной сфере больных, куда входят внимание, умственная гибкость, скорость информационных процессов, зрительная память, моторные функции. Таким образом, дистресс ассоциируется у онкологических больных со снижением когнитивно-магнистической сферы и развитием нарушений о сна. В предоперационном периоде, который является по степени выраженности психогенных реакций, занимает ведущее место, наиболее серьезным травмирующим фактором является ожидание самой операции. То есть до операции у всех больных, как правило, уровень тревоги повышен, но в данном случае это является нормой. Как известно, в рамках предоперационного стресса существенную роль выполняет тревога. Согласно Спилбергеру, тревога – это неприятное эмоциональное состояние, которое характеризуется субъективными ощущениями напряжения и ожидания неблагополучного развития событий. Оно возникает, как правило, в ситуации неопределенной опасности и угрозы, что, собственно, является для пациентов предстоящая операция. Как правило, распространены такие страхи, как страх наркоза, страх не проснуться, страх физических дефектов и многие другие страхи, которые ставят больного в особую травматичную ситуацию, вызывая массу негативных переживаний. Задача психолога на этом этапе – изменить отношение больного к предстоящей операции и принять факт ее необходимости как единственную возможность спасти жизнь. В послеоперационном периоде происходит некоторое облегчение всех переживаний больного. На этом этапе, как правило, преобладают остено-депрессивные и тревожные похондрические синдромы. В сознании больного на передний план выступает страх осложнений, беспокойство в связи с последствиями операциями, общая физическая слабость и повышенную утомляемость. Особые переживания вызывают ожидания гистологического заключения, которое определяет тактику дальнейшего лечения. В этот период важно психологически подготовить пациента к дальнейшему лечению, в том числе лучевому лечению, химиотерапии и так далее. На этапе выписки значимых психопатологических состояний, как правило, не наблюдаются. Хочется отметить, что у ряда больных незначительное количество больных присутствует страх выписки, поскольку им оказывается страшно оказаться без медицинской помощи. В этот период важнейшим фактором, который способствует благоприятной адаптации больного, является семейная поддержка. Возвращение в семью может усугубить психическое состояние больного, если поведение близких людей не отвечает его ожиданиям. При неадекватном отношении к нему больной оказывается изолированным от семьи и более широкого круга общения. Соответственно, изменяется его отношение с людьми, и он оказывается в условиях социальной депривации. На этом этапе актуальна семейная психотерапия, причем со всеми членами семьи. Исследования, связанные с более отдаленной динамикой онкологического заболевания, показывают, что большинство авторов выделяет два основных варианта развития – благоприятный и неблагоприятный. Благоприятный вариант проявляется в случае раннего обнаружения опухоли своевременного лечения, без косметических и функциональных нарушений, которые заканчиваются выздоровлением. В этом случае, после незначительного восстановления периода от 1,5-2 недель до 2-4 месяцев, пациент возвращается к прежнему образу жизни, не обнаруживая признаков нервно-психических расстройств. Неблагоприятный вариант развивается в случае длительного лечения, которое сопряжено с тяжелыми осложнениями, косметическими дефектами после калечащих операций, аллопеция после химиотерапии, анатомо-функциональными нарушениями вследствие хирургического вмешательства. При неблагоприятном варианте расстройства могут принимать затяжной характер и сопровождаться патологическим развитием личности, характерным для больных с онкопатологией, истероформным, ипохондрическим, сензитивным, к эксплозивным по типу хронической депрессии или синдрома патологического отрицания болезни. Нервные психические симптомы в данном случае и расстройства у больных могут сохраняться в течение многих лет после завершения лечения. Для оказания психологической помощи используются все известные психотерапевтические методы, которые подбираются для каждого пациента индивидуально после предварительной клинической беседы и диагностики актуального психического состояния и составления индивидуальной программы коррекции. Особенно эффективными, как показал наш собственный опыт в рамках онкологического центра имени Блохина, являются приемы психодинамической терапии, арт-терапии, психодрама, символ-драма, когневивая поведенческая терапия, особенно психотехники с использованием воображения, а так терапевтической работой с метафорами. Благодарю за внимание.